Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Снова мы на финансовых рынках и снова мы занимаемся разбором полетов, анализом событий минувшей торговой сессии и прогнозами того, что может произойти с ключевыми инструментами рынка Форекс и не только. Сразу же к повестке текущего экономического календаря, текущей торговой сессии. Сегодня, друзья, у нас снова в центре внимания британская валюта. В 11.30 мы с вами ждем данные по зарплатам Англии. Напоминаю, что этот отчет очень важен, поскольку в целом из статистики по Англии мы с вами разбираем данные по инфляции и сопоставляем с показателем роста зарплатных плат, пытаясь понять, что же все-таки выше, и как это отразится на темпах экономического роста. Может быть, даже стоит отметить, что сейчас эта статистика более интересна, чем всегда, потому что она фактически выходит за день до заседания британского регулятора, которое пройдет у нас в этот четверг. Собственно, в четверг также состоится еще и заседание Европейского центрального банка. По мере приближения этих событий мы будем возвращаться к ним вновь и вновь. И если будет что-то новое, интересное в оценке рыночного позиционирования, я, безусловно, вам, друзья, об этом сразу же расскажу. Через 30 минут после этого отчета в 12.00 по московскому времени будем анализировать с вами данные по бизнесу, оптимизму Германии, по самой объективной оценке ЗЮМ. Я надеюсь, вы знаете, что есть еще и отчет ИФА, но нас больше интересует ЗЮМ. Как правило, это то, что отражает реальное рыночное настроение. Забегая вперед, хочу сказать, что, скорее всего, с практически вероятностью 99% сегодня мы будем работать со слабыми цифрами, потому что вчера я приводил вам, точнее даже не вчера, а еще в конце прошлой недели, говорил про рыночные продажи, про то, какие данные мы сейчас получаем по производственному сектору, соответственно, какие риски есть с показателем инфляции и какие риски нависли над экономикой валютного блока из-за очень спорной, жесткой позиции Соединенных Штатов Америки в адрес своих некогда надежных стратегических партнеров, к которым относился в том числе и Европейский Союз. Основной камень преткновения, как вы знаете, здесь пошлины на автомобиле. Так вот, очень много рисков, которые заставляют переживать бизнесменов, потому что они теряют прибыль. Это сказывается на результатах квартальной деятельности, хозяйственной деятельности их компаний. Это сказывается в целом, если рассуждать по страновым масштабным меркам, показателям экспорта. Ну и в конце концов, для тех трейдеров, которые делают ставку на европейскую валюту, это, конечно же, хорошее подспорье для того, чтобы лишь еще раз убеждаться в том, что общие трейды, которые предполагают слабость евро, они, как правило, имеют четкое, фундаментальное, долгосрочное обоснование. В общем, два вот этих релиз, друзья, мы сегодня с вами дождемся. Посмотрим за отдачей на рынке Форекс, за динамикой британца и евровалюты. Завтра подведем итоги. Ну и, разумеется, завтра мы станем еще на один день ближе к ключевому фундаменту. Это неделя заседания Банка Англии и Европейского Центрального Банка. Давайте теперь разберем подробнее движения, которые были самыми запоминающимися в рамках вчерашней торговой сессии. Начнем мы с нефтянки. Ну, поскольку мы традиционно делаем акцент на то, что происходит на рынке черного золота, я дублирую, собственно, это статьями еще каждый день с конкретными уровнями, точками входа и лимитными ордерами, которые ограничивают как убытки, так и профит. Если вас нефть интересует, можете также параллельно еще поглядывать на, опять же, и текстовые идеи. Тоже они, в принципе, сопряжены с тем, что я с вами обсуждаю на наших брифингах, потому что фундамент он все-таки едит. Так вот, цены на нефть у нас продолжают постепенно, но очень скромные восстановления 70-70,5 долларов за баррель. Примерно сейчас котировки рядом с этой планкой. Опять же, пытаясь найти причины для роста нефти, сейчас можно выделить три фактора. Первый, это участники рынка по-прежнему очень активно спекулируют на влияние на весе рынка черного золота, санкций со стороны США против Ирана. Но мне эта тема изрядно поднадоела, друзья, если кто-то из вас только сегодня присоединился к брифингам, если кто-то из вас не знает, что там обсуждается, к чему могут привести эти санкции, когда они вступят в силу, сколько нефти мировая экономика может недосчитаться или вообще недосчитается ли, это тоже большой вопрос из-за компенсирующего роста нефтедобычи в других регионах. Можете пересмотреть прошлые брифинги, потому что я детально разбирал фундамент. Я хочу сегодня сосредоточиться на двух факторах локальной поддержки, которые имеют место быть, и что ж уж тут-то не будем занижать и принижать их значимость. Это новостной фонд, который стал неожиданностью, это обычное дело, потому что снова пришли сообщения со ссылкой на ливийские средства массовой информации о том, что на крупнейшую нефильную кампанию глав, точнее главного штаба, было совершено нападение, фактически террористический акт, вроде бы как ситуация разрешилась, но все равно есть риски того, что данный инцидент традиционно может в конце концов привести к определенным перебоям поставок со стороны данного государства. Я бы не стал класть обе руки на то, что это действительно так, но все-таки на рынке эта новость была и локально она поддержку котировкам, безусловно, оказала. Также участники рынка сейчас обеспокоены набирающим силу ураганом, который сейчас наблюдается в Атлантике, называется, по-моему, Флоренция. Соответственно, сможет ли он перерасти из текущей второй категории в третью, я не знаю. Но все-таки вот этот фактор такой геологической катастрофы, он, конечно же, тоже имеет место быть. Буквально в конце прошлой недели мы также с вами говорили про шторм Гордон, который так и не стал ураганом, однако сказался на определенных панических реакциях на рынке черного золота, потому что в Мексиканском заливе, опять же, переживание за то, что он может привести к серьезным разрушениям нефтяной инфраструктуры, многие нефтяные платформы были заранее закрыты. Ситуация может отчасти повториться и сейчас, но все-таки это лишь локальный фактор поддержки. Я не думаю, друзья, что у этого урагана также будет возможность дорасти до той же самой третьей или четвертой стадии, то есть уровня. Соответственно, о каких-либо серьезных последствиях мы, скорее всего, говорить с вами не будем, и через пару дней уже и вовсе забудем о том, что такие факторы поддержки для рынка нефти были. Если ожидать какие-то совсем уж разрушительные последствия или ориентироваться на максимально негативный эффект, то мы должны перейти точку вот этого Х, когда он наберет максимальную силу, это, скорее всего, в конце среды, в начале четверга. То есть до конца недели ситуация у нас уже будет полностью прояснена с этим. Я советую, друзья, на этой неделе, помимо вот этого, конечно же, все-таки с гораздо большим интересом последить за прогнозы, доклады от Администрации энергетической информации, за доклады от ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые представят, собственно, прогнозы по спросу нефти и предложения. Вот эти, собственно, фундаментальные события, отчеты, они окажут куда большее влияние на рынок, и, я надеюсь, станут причиной для возобновления нисходящей динамики, потому что, предварительно готовясь к выходу этих документов, я считаю, что там будет сделан акцент на рост предложения и все-таки более скромный спрос со стороны мировой экономики из-за весьма актуального торгового кризиса, который был инициирован, собственно, американцами. И вот эти торговые споры, которые продолжаются, у нас есть новые вводные, они, правда, датируются еще пятницу, о том, что штаты, которые готовятся вести фактически уже полностью проработанные новые импортные пошлины на китайские товары стоимостью в 200 миллиардов, уже закинули удочку о том, что рассматривают возможность дополнительных импортных пошлин, я думаю, что, в конце концов, дело до них, конечно же, дойдет. Весь этот новостной фон нужно анализировать с точки зрения влияния на спрос на углеводороды, так же, как и на спрос на все товарное сырье со стороны слабеющей мировой экономики. Мы говорим с вами об этом изо дня в день. Надеюсь, что где-то, скажем, уже отложилась идея и четкие посылы дальнейших действий, но с большим ориентированным на долгосрочные трейли. По рублю, друзья, 70-56, торги стартуют через 20 минут, я думаю, что давление на рубль возобновится, но, как вы помните, я рекомендовал уже не участвовать в дальнейшей спекулятивной ставке на большую слабость рубля, потому что 70- это и так фактически подарок для тех, кто раньше привкнул к этой позиции торговой. 70-70 мы добрались довольно шустро, быстро, это даже немножко пугает, что будет дальше. Могу предположить для тех, кто все-таки не закрыл сейчас позиции, могу рекомендовать, собственно, сохранять эти длинные позиции, то есть покупки валюты против рубля, потому что, скорее всего, тот пресс, который уже стал причиной того, что происходит с рублем, он продолжит оказывать свое негативное воздействие. Мы с вами очень много говорили про санкции со стороны Запада, так вот, уже обсуждаются новые ограничения, которые могут быть наложены на российскую экономику. Собственно, в Конгрессе они обсуждаться в США будут уже завтра. Я думаю, что сегодня рынок будет догадать, что же это могут быть за новые барьеры, за новые финансо-экономические рестринкции на уже накопленном опыте историческом. Как правило, эти обсуждения больше, скажем, соотносятся с паническими предположениями, что стране гораздо хуже, и эффект этих санкций будет только усиливаться. Поэтому, думаю, что до пятницы, когда Центральный банк России может повысить процентные ставки, чтобы сдержать ослабление рубля, мы можем увидеть котировки 72-73 даже. Но это лишь предположение, друзья, это для тех, кто все-таки хочет выжать по максимуму, снять все сливки с длинной позиции покупки валюты против российского рубля. Я рекомендовал ранее для тех, кто покупал доллар против рубля вместе со мной еще много-много месяцев назад, именно по достижении данного уровня, все-таки откланяться с рынка и посидеть на заборе, и понаблюдать за тем, как бороться будет Центральный банк, российские денежные власти с явным уже очевидным паническим сбросом рубля. К каким последствиям это приведет, я могу точно сказать, что волатильность в ближайшие дни только усилится. Если действия Центрального банка, которые предполагают ужесточение монетарной политики, возымеют свой эффект, то рубль реально может крепиться довольно существенно за очень короткий промежуток времени. Но не то, чтобы нас ожидает возвращение рубля к уровню, который мы видели несколько месяцев назад, но, скажем, в моменте 3-4 рубля все-таки он сможет отбить у своего конкурента. Да, это, друзья, много, да, это какой-то радикальный сценарий, но этот сценарий я озвучил не для того, чтобы вы попробовали сейчас продать доллар уже против рубля и сыграть на возможность получить профит от обратной динамики. Для того, чтобы вы понимали, насколько важно сейчас признать уже победу, просто закрыть позицию и понаблюдать без какой-то активности за происходящим со стороны. Но фактически окончательное решение будет зависеть в любом случае от вас. Евро против доллара. Небольшой рост мы сейчас наблюдаем. В целом восстановительная динамика была характерна буквально для всех рисковых инструментов. Вчера я объясню, чем это было связано. Ну, в частности, рост евро и британца был основан на комментариях всем известного переговорщика по Брекзиту от Европейского Союза Мишеля Бранье, который снова выкинул на рынок комментарий, радиально противоположный тому, который он сделал в пятницу. Вот мы с вами вчера как раз говорили о том, насколько он непостоянен в своих заявлениях, но складывается ощущение, что лично Мишель Бранье сам спекулирует на тех полномочиях, которые у него есть, и, как говорят многие, торгуют своей должностью и возможностью реальнее влиять на происходящее. Потому что ключевой темой для британского рынка, для Англии, остается именно то, на каких условиях она выйдет из состава Европейского Союза, и как только какие-то новости появляются по факту проводимых переговоров, это тут же находит свой отклик именно в динамике британца. Ну, поскольку все-таки мы с вами обсуждаем отношения Англии и Европейского Союза, конечно же, этот новостной фонд влияет и на курс евро-валюты. Хочу отметить, друзья, то, что не нужно сейчас доверять и всецело полагаться на тот рост евро-валюты, который идет. Я основа делаю акцент на то, что европейская валюта в любой момент может активно развернуться. Европейская валюта может серьезно просесть, и я думаю, что произойдет это уже в ближайшее время. Вчера мы говорили про уровни, которые можно сейчас использовать для продажи евро. Новый уровень – это отложка с отметки 1.1620. Он, в принципе, не очень сильно отличается от того, что мы видели и слышали ранее, то есть в качестве ожиданий. Но направление остается неизменным. Основное событие центральное для евро – это заседание Европейского Центрального Банка. Думаю, что самое интересное, что мы услышим, это пересмотр прогнозов по экономическому росту и по инфляции. Скорее всего, эти прогнозы ухудшат, собственно, настроение в отношении валютного блока. И в очередной раз позволит нам говорить о том, что Европейский Центральный Банк все же будет осторожен с решениями, которые предполагают выход из-за действующих экономических стимулов. Против евро, конечно же, должен действовать и доллар. А доллар у нас, сейчас посмотрите на то, где он котируется против иены, сохраняет лидирующие позиции и явно старается забраться получше. Я думаю, что рост и укрепление американской валюты неизбежны также отразиться и на слабости главного валютного риска. Наша задача с вами оказаться ниже, гораздо ниже планки 1.15, чтобы претендовать на движение в район 1.1. Эту цель мы еще с вами не отменяли. Фунт против доллара. Пожалуй, самое интересное движение именно на британцев вчера пришли. С одной стороны, поддержку фунту сначала оказали сильные данные по экономическому росту. В месячном выражении ВВП прибавил 0,3%, со прошлого роста на 0,1%. Но основные восходящие движения и основной спрос на этот инструмент проявился после того, как Мишель Бранье сделал заявление о том, что сделка с Англией будет достигнута в перспективе ближайших 6-8 недель. Хотя напомню, что в минувшую пятницу этот же человек говорил о том, что страны, которые не входят в состав Европейского Союза, не могут претендовать на сохранение доступа ко всем благам, всем возможностям, преференциям, льготам Европейского интеграционного таможенного союза. На мой взгляд, это был очевидный намек на то, что переговоры снова зашли в тупик и очень важный камень преткновения для обоих сторон вопроса о границе Северной Ирландии до сих пор не решен. И кто-то даже заинтересован в том, чтобы все-таки Англия не получила доступ к европейскому рынку. Однако вот сейчас на рынке уже оптимистичные комментарии. Опять же, сегодня я видел очень много статей, которые посвящены перспективам британца. В целом, эти статьи пропитаны оптимистичным началом, поскольку, раз уж был сделан такой положительный комментарий, значит, это явно уже своего рода свет в конце туннеля, значит, Англия все-таки сможет сохранить доступ к единому европейскому рынку, и соглашение будет заключено в ближайшее время. Но сколько раз, друзья, мы уже слышали о том, что этот прогресс неизбежен, это соглашение будет заключено. Это продолжается из месяца в месяц, однако вот время идет, его по-прежнему нет. Крайний срок, напоминаю, ноябрь, фактически сам выход Англии из состава ЕС состоится в марте 2019 года, но что-то подсказывает мне, что не нужно сейчас, сломя голову, бросаться в покупки британца в надежде на то, что этот прогресс все-таки проявится и соглашение будет заключено. Я считаю, что мы в ближайшие дни снова упремся в другую позицию о том, что очень много еще спорных моментов, и неясно, удастся ли по ним договориться. Не хочу, чтобы вы, опять же, попали в ловушку покупателей, в данном случае по британцу, и доверившись, опять же, на улучшение новостного фона, положившись на это, стали активно скупать британцы. Друзья, в приоритете лично моем, с учетом того, что я рассказываю вам о том, что происходит, остаются продажи. Я надеюсь, вы понимаете, что политическая тема, она крайне непредсказуемая, особенно политическая тема, касающаяся Брекзита. И думаю, что негатив мы еще здесь с вами не отработали. Этот негатив все-таки может привести к снова очередному обвалу британца. Обвал, он происходит внезапно и довольно быстро, и очень лихо, опять же, нейтрализуется весь фундаментальный позитив. Вот посмотрите на свечку пятницы, когда тоже росли вроде бы как на положительных новостях, а потом под конец дня на том, что ляпного бронье улетели к дневному минимуму. Может это случиться и, собственно, сейчас. Доллар японская иена 111.39. Доллар активно наращивает позиции против иены, даже несмотря на решение Трампа рассмотреть возможность новых импортных тарифов в адрес китайских партнеров, в адреса Китая. Видимо, почему доллар все-таки не уступает иене, потому что, как и было отмечено еще в ходе прошлого брифинга, и ранее доллар замотивирован на торговлю именно ожиданиями роста процентных ставок. А вероятность повышения ставки в сентябре существенно усилилась после последнего отчета по Non-Farm Parals. Здесь тоже ничего придумывать не нужно. 111.39 это еще слишком мало, друзья. Держим позиции, потому что мы хотим увидеть как минимум 114-115 иен за доллар. Доллар канадец 1.3137 снижается. Собственно, американец против канадца. Я не знаю в целом, с чем это может быть связано, потому что сегодня пытался найти какие-то новости по Naft, но, к сожалению, их не нашел. Попробую сделать это до конца текущей торговой сессии, потому что, мне кажется, что если укрепление канадца будет продолжено дальше, этот рост можно будет увязать только лишь с каким-то служком, который появился на рынке о позитивных сдвигах в формировании и обсуждении новых договоренностей североамериканского торгового альянса. Попробую эту информацию найти. Какой-то важной статистики по Канаде у нас на этой неделе нет. Может быть, Канадец сейчас решил укрепиться с временным лагом реакции на восстановление цен на нефть, но это тоже как бы с натяжкой обоснований. В целом, друзья, снижение пары доллар-канадец не противоречит нашему с вами прогнозу, потому что мы раньше доверились идее потенциального укрепления канадца, исходя из ожидания, опять же, прогресса по НАФТ и тому, что все-таки удастся заключить соглашение, и в ожиданиях того, что Банк Канады будет повышать процентную ставку и дальше. Кстати, вот как раз перспективу очередного ужесточения политики канадец еще, на мой взгляд, отработал не до конца. Цели по доллару канадцу тоже довольно амбициозны, они по уровню сопоставимы с тем, что мы ждем по паре фунт-доллар, это отметка 1.25. Друзья, на этом, собственно, все. Большое вам спасибо за внимание. Хорошей прибыльной торговой сессии. Не забывайте контролировать риски. Увидимся мы с вами снова завтра в 9.30 в прямом эфире через PSCOP. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...